Добрый день! Сегодня 28 апреля. Я хотел бы рассказать о ситуации по ковид-инфекции в Кенишинской ЦРБ. У нас, по сути дела, на сегодняшний день контактов по больным ковид 30 человек. Из них 3 имеют симптомы респираторного заболевания, которые мы лечим. Прибывшие за границей остается 7 человек. И количество людей, которые приехали из других территорий Российской Федерации к нам, составляет 359 человек. То есть количество увеличивается. Из них с респираторными заболеваниями наблюдается 25 человек. На сегодняшний день количество ковид-инфицированных увеличилось на 8 человек и составляет 23 пациента. В том числе трое детей. В стационаре с ковид-инфекцией лечатся 3 человека. Дома 11 человек. Выписано 8 человек уже с ковид-инфекцией, с излечением. И остается один пациент, который переведен у нас в первую городскую клиническую больницу. Ситуация с пневмониями. На данный момент у нас лечится 37 пневмоний. 29 находятся в стационаре. Пациенты с ковид-пневмониями, два подтвержденными. За последние сутки с пневмониями поступило 7 человек. По состоянию пациентов могу сказать следующее. С ковид-инфекцией у нас в тяжелом состоянии находится только один пациент. Находится на ИВЛ. Состояние стабильное. За последние сутки без ухудшения. Большое количество поступивших пневмоний и позавчерашний день связано с выполнением компьютерной томографии. Далеко не у всех у них подтверждается, как вы видите из статистики, диагноз ковид. Но тем не менее, эти пациенты находятся только в инфекционном отделении. Переводы или на амбулаторное долечивание, или в какие-то другие стационары, например, в терапевтическое отделение. То есть, происходит после того, когда мы получаем отрицательные анализы на ковид-инфекцию. Ситуация по эпидемическим контактам, которые у нас 8 человек появились. Они на сегодняшний день все отслеживаются. Все контактные люди. Количество их, конечно же, будет расти. И все контактные должны, повторяю, находиться на режиме самоизоляции. И в случае появления каких-то симптомов, обязательно вызывать доктора, фельдшера на дом для принятия решения о дальнейшем лечении. В случае резкого ухудшения самочувствия, в однозначном порядке вызывать скорую медицинскую помощь.